В Шимкенте появится многофункциональный дворец молодежи. Его реконструируют из заброшенного дома культуры, некогда принадлежавшего осужденному бывшему пивному королю Токтару Тулешеву. С подробностями Бахром Абдулаев. В этом здании когда-то кипела жизнь. Его построили в самом сердце Шимкента в начале 80-х годов прошлого столетия. О былом величии напоминают лишь мраморные плитки на стенах, в больших залах и огромные стеклопакеты, которые уже выбили вандалы. Старожилы вспоминают, здесь проходили концерты звезд той эпохи. Здесь работали фонтаны, здесь было очень много скамеек. Когда лето, жарко, некоторые пенсионеры живут на пятом, на четвертом этаже. Мы выходили здесь, сидели, детки бегали, играли. Вот такого беспредела, как сейчас, не было. Жители микрорайонов рядом с территорией дома культуры надеются, что объект вновь перейдет в собственность государства и будет отремонтирован. Очень хорошо здесь раньше было. Сейчас здесь даже рядом проходить страшно. Здание требует капитального ремонта. Очень хорошо было бы, если бы здание быстрее перешло на баланс города. Мои дети учатся в этой школе. Страшно пускать их одних, так как здесь ходят очень много выпивших людей. Если бы отремонтировали и открыли бы бесплатные секции для детей, было бы здорово. Дом культуры «Фосфорник» на протяжении долгого времени принадлежал компании «Токтора Тулешева». Объект был закрыт для посторонних. После ареста пивного короля здание осталось бесхозным. В пресс-службе городадминистрации рассказали, что 13 ноября этого года была достигнута договоренность о передаче данного объекта в городскую коммунальную собственность. Чиновники планируют провести благоустройство прилегающей территории и реконструкцию здания в многофункциональный дворец молодежи. Остается надеяться, что эти работы завершатся до конца следующего года. Бахром Абдулаев, Жан-Серик Борумбаев, Шымкент, Первый канал Евразия.